Добрый день! Сегодня у нас 1 января 2022 года. Я всех поздравлю с Новым годом! Желаю всего самого наилучшего. И хорошо есть главное. Значит, сегодня мы будем делать фаршированную курицу, а точнее пулярку. Значит, мы вот купили тут курицу такую. Это у нас она придаётся на Новый год. Это она, как говорят, выращена в монастыре в Галисии. У нас район такой в Испании. А почему пулярка? Это курица, которая не слоится. Её особым образом выращивают. Это может стоять в интернете. Значит, пулярка нужна. Нужны будут грибы-шампиньоны, порезаны такими достаточно крупными кусками. Здесь где-то 150 грамм. Миндаль или любые другие орехи. Апельсин, яблоко. 250 грамм опорта, портвейна португальского или другого сладкого вина, похожего. Значит, потом нужно будет сухофрукт. У нас здесь это абрикосы сушёные, чернослив и голубика. Значит, кроме того, у нас же будет лук. И это у нас охорок. У нас это называется по-другому. Это у нас называется лакон. Тоже галисийское такое блюдо. Но это, в общем, свинина. И здесь у нас мы будем делать сейчас, чтобы мариновать курицу. Это у нас здесь петрушка, чеснок и розмарин. Сейчас мы с вами нальём масло. Всё это размешаем, раздаем и помажем курицу. Оставим её в холодильнике мариноваться где-то на час. Итак, курицу мы намазали смесь оливкового масла, чеснока, розмарина и петрушки. Значит, сейчас мы его накрыли плёнкой и оставим где-то на час в холодильнике, чтобы она у нас замариновалась как следует. Итак, мы займёмся сейчас начинкой. Значит, для начинки что мы сделали? Во-первых, мы поставили сковородку на огонь. Сейчас нальёмся немножко оливкового масла. Теперь мы сюда положим лук, который мы мелко порезали, одну луковицу. Наш лакон, или в вашем случае это может быть грудинка. И потом все остальные ингредиенты. Мы здесь порезали яблоко кусочками, чернослив добавим, абрикосы, голубику и так далее. Значит, для начала мы добавим туда лук. Сейчас. Значит, лук. Посолим его. И добавим сюда же окор. Всё это на тихом огне. Начнем жарить. Когда это будет, скажем так, хорошо пассерованно, мы добавим туда яблоко, сухофрукты, половину портрейна, орехи и половину сока апельсина. Так, окорок с сухом у нас уже пассеровались. Прошло минутки где-то десять, наверное. А на этом огне. Теперь мы кидаем туда яблоки, яблоко одно порезанное кусочками и, значит, все сухофрукты. Теперь мы сюда выливаем половину количества портрейны и добавляем сюда сок половины апельсина. А вторую половину мы не выкидываем. Она нам понадобится, так как она есть в качестве пробки для полярки. Значит, теперь мы ждем пока это все более-менее привлечет такую, ну не сделанную, полу сделанную, потому что потом мы положим внутрь курицы и все будем еще доделывать. А, да. Сейчас мы положим сюда же орехи. Все, как раз это перемешаем. И когда у нас это немножко сделается, добавим туда шампиньоны и продолжим добавлять. Так, прошло уже минут десять, значит, у нас здесь это потихонечку все делается. Теперь мы сюда добавляем грибы. Шампиньоны в данном случае. И сейчас мы это посолимся и будем продолжать делать, пока, значит, уже не будет все вместе, более-менее сделано. Не совсем, а более-менее. Так, ну, начинку у нас доделано, мы далее чуть осыть. Получилась вот такая, значит, смесь. Значит, теперь, что мы сделаем. Мы возьмем ложку и начиним ее туда. Курица у нас продержалась в холодильнике почти два часа. Теперь начнем начинить. Значит, я напоминаю, у нас здесь сухофрукты, яблоко, лук и еще много чего. Значит, начинять надо, скажем так, плотно, чтобы там было все хорошо заполнено. Потому что потом это все будет давать вкус и так далее. Так, здесь у нас грибочек упало. Значит, сейчас мы это начиним и используем вот эту часть апельсина как пробку. То есть, положим ее вот так вот. И потом закроем это кожей. Может быть, даже ее зашьем немножко. И поставим в духовку. Значит, у нас здесь курица 2,5 килограмма. Значит, надо где-то 45 минут на 200 градусов на каждый килограмм. То есть, мы будем держать примерно где-то 2 часа, 2-15 лет. Значит, и потом, когда будет результат, мы опять вам покажем. Так, курицу мы начинили. Пулярку, в смысле. Значит, заткнули туда апельсин. И плюс мы зашили, чтобы, значит, ничего никуда не бегало. Теперь оставшееся вино. У нас здесь осталось 150 грамм. Мы поливаем на нее. Так, значит, мы полили пулярку вином, значит, которая у нас оставалась. Теперь мы сейчас ее нагреем. У нас духовка. Мы ее положим на 2 часа, 2-15 минут. В зависимости, посмотрим, как она будет идти. И каждые 20 минут будем вытаскивать, брал ложку и поливать ее, значит, вином сверху. И через 2-15, значит, покажем результат. Значит, да. Когда закончится 2-15, она будет готова. Надо погасить духовку и дай ей 15 минут побыть там. Значит, у нас результат нашей сегодняшней деятельности. Значит, это пулярка, фаршированная пулярка. Значит, мы ее продержали 2 часа, 15 минут в духовке. Плюс 15 минут в привычной духовке. У нас вот получился такой результат. Значит, всех с Новым годом и до свидания. Порезо. Порезо. Продолжение следует. Продолжение следует...